Олимпиада в Рио закончилась. Следующая остановка Токио. Через 4 года, а вот новых звезд пора растить уже сегодня. Самые популярные дисциплины сейчас. Российские фехтовальщики, как известно, перевыполнили медальный план. Настолько, что тренеру наших мушкетеров Ильгару Мамедову пришлось побриться. Он, напомню, пообещал сверкнуть лысины, если его подопечные завоюют два золота. Наши выдали 4 высших награды, а еще серебро и 2 бронзы. С особым пристрастием телезрители следили за новой суперзвездой мирового фехтования Яной Игорян и Софьей Великой, которой до подлинного величия не хватило только олимпийского золота. Гимн России звучал в честь обеих, а родители, подхватив детей, отправились в секции. Теперь детали. Заниматься фехтованием можно с 10 лет. В более младшем возрасте искусства сабли, рапиры считаются опасным. Обойдутся мушкетерские уроки в среднем в 700 рублей за занятие. Недешево. Можно разжиться и абонементом. За него возьмут около 3 тысяч. Ну а если дети хотят получить самую оглушительную мотивацию в мировом спорте, добро пожаловать в гандбол. Три филов их на первых порах тренировать, конечно, не будет. Но тренеры в секциях рассказывают, изучают его методы воздействия, тренируют рык, а по ночам сочиняют афоризмы. Теперь давайте немножко пошелестим деньгами. Занятие в секции гандбола обойдется в среднем в 350 рублей. Кстати, можно отыскать и бесплатные секции, если постараться. Форма тоже недорогая. Шорты, майка и кроссовки вполне себе по карману. Больно не ударят. Оптимальный возраст здесь те же 10 лет. Преимущество отдают высоким и подвижным. Но поскольку заранее предугадать тенденцию к росту невозможно, в секцию принимают почти всех. От наших пловцов подвигов не ждали. Не было известно, доплывут ли они до Рио вообще. ВАДы, я напомню, прятала под полой пробирки. Макларен перечислял наших спортсменов через запятую. Федерации практиковались в массовом отстранении россиян, но все-таки до бассейна добрались. Этот вид спорта затратным, конечно, не назовешь. Занятие в среднем 200-300 рублей. Абонемент 5 тысяч на месяц где-то. И плавай сколько тебе угодно. Конечно, по совету тренера, обгоняя, может быть, даже тень Фелбса. К тому же бассейны есть практически в каждом городе. Правда, нужно внимательно отнестись к здоровью юных немовых и ефимовых. С наступлением холодов дети нередко подхватывают простуду после занятий. Как и во всех других видах спорта.